С июня по ноябрь 2019 года проводится вторая всероссийская акция Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Тест на ВИЧ-экспедиция. Четыре специализированных автомобиля следуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, делая остановки в 191 населенном пункте 40 субъектов России. В Ставропольском крае акция будет проводиться с 25 по 27 июня 2019 года и пройдет по маршруту 25 июня город Ставрополь, город Пятигорск, город Кисловодск, 26 июня город Невиномыск, город Ессентуки. Подробнее об акции расскажет наш гость Денис Штанев, главный врач Ставропольского краевого специализированного центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Денис Владимирович, добрый день. Добрый день. Акция проходит уже второй раз. Итоги первого раза можно как-то кратко подвести? Что это дало вообще? В прошлом году акция проходила с востока на запад. Точно так же двигался караван специализированных передвижных модулей диагностических, останавливаясь в различных субъектах и проводя вот подобную, как будет проходить у нас, акцию по бесплатному анонимному тестированию. Основная цель акции это информирование населения о проблемах, связанных с распространением ВИЧ-инфекции и популяризация обследования на ВИЧ. Важного шага, без которого победить это заболевание не представляется возможным. Потому что заболевание является инфекционным, нам обязательно нужно выявить всех ВИЧ-инфицированных, чтобы обеспечить их терапией. Только в этом случае мы сможем каким-то образом говорить о ликвидации заболевания в перспективе. Но вот когда акция проходила в первый раз, много ли людей приходило, много ли обращалось? Да, вы знаете, акция носила весьма такой массовый характер, да, она была весьма популярна. Народ, в принципе, обратил внимание на проблему ВИЧ-инфекции, поэтому уже не переживая за какую-то дискриминацию, стигматизацию, смело идет, тестируется. В целом акция охватила несколько десятков тысяч граждан нашей страны. Ну, нужно сказать, что подобные акции мы проводим и самостоятельно, но не столь масштабно. То есть акция «Стоп ВИЧ-спит» проводится летом и зимой в канун двух знаменательных памятных дат. А сейчас это акция Минздрава Российской Федерации, ну, будем рады принять в ней участие. Но в этом году ожидается большее количество тех, кто обратится или на том же уровне, что и в том году? Ну, я думаю, что в этом году акция станет еще бы более популярной, поэтому мы ожидаем, конечно, активного участия и жителей, и гостей Ставропольского края. Пользуясь возможностью, приглашаю всех принять участие. Действительно, как уже было озвучено, акция пройдет в Ставрополе, Невиномысске и трех городах Кавказских минеральных вод. Лабораторные комплексы будут стоять с 12 до 6, поэтому все желающие могут приходить, обратиться и пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Это все бесплатно? Абсолютно, да. Эта акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в содружестве с Горьковским автомобильным заводом. Акция абсолютно не сопряжена с оплатой каких-либо услуг. Обследование на ВИЧ абсолютно безесплатное. А где можно найти информацию, где именно будут располагаться автомобили? Подробная информация есть на сайте Центра СПИД, есть в Инстаграме Центра СПИД, можете посмотреть. Могу сказать, что в Ставрополе 25 числа акция будет проходить с 12 до 18 часов по улице Булкино напротив магазина Флагман. Всех желающих приглашаем. Всех желающих приглашаем. А есть ли те, кому стоит? Понятно, что стоит, наверное, на всякий случай провериться всем. Но есть ли те категории граждан, которым, скажем так, в первую очередь рекомендовано? Ну, действительно, в первую очередь рекомендовано тем гражданам, которые имеют некоторые особенности в поведенческом плане. То есть те, у которых, возможно, были эпизоды употребления различных психотропных веществ, не обязательно инъекционных, те, которые, возможно, ведут не очень упорядоченную половую жизнь. Но я бы не зацикливался на вот этих группах, я бы все-таки предложил всем желающим, как я озвучивал раньше, потому что болезнь достаточно коварна, длительное время, она не проявляется никакими клиническими симптомами, но при этом человек является источником заболевания, может заражать окружающих, близких ему людей. Поэтому лучше обследуемся все. Ну вот если, допустим, с онкологическими заболеваниями выявление на ранних стадиях еще дает какой-то шанс вылечиться, то со спидом как вот это обстоит? Знаете, я думаю, что со спидом это более значимо, потому что, ну, во-первых, безусловно, более раннее выявление дает возможность человеку получить терапию, начать, вернее, даже терапию на более ранних стадиях. Это не только продляет ему жизнь, но и делает его жизнь намного качественнее. То есть человек не ощущает себя больным в полной мере этого понимания. Ну и второе, что немаловажно, в эпидемиологическом плане выявленные на ранних стадиях ВИЧ-инфицированные, они будут обеспечены терапией и перестанут быть опасностью для общества. То есть ВИЧ-инфицированный, который получает эффективную терапию, перестает представлять опасность для окружающих. Это, наверное, одно из главных. Это огромный вклад, да, в ликвидацию эпидемии ВИЧ в нашей стране. Машины будут ехать, как мы уже говорили, да, с юга на север, правильно? Все верно. Начинается все именно со Ставропольского края или уже... Нет, я, насколько знаю, ряд республик уже участвовало в этих мероприятиях, и там это мероприятие прошло достаточно удачно, эффективно, пользовалось популярностью, и люди были благодарны за то, что имели возможность действительно прийти не только пообследоваться на ВИЧ, но еще и получить консультацию специалистов, которые работают в этих передвижных комплексах. А есть какая-то статистика, где, скажем так, люди активнее в этом участвуют? То есть на юге или в центральной полосе России, или, может быть, в северные регионы? Ну, активнее люди участвуют в больших городах. То есть все-таки население больших городов, оно больше знакомо с проблемой ВИЧ-инфекции, оно более информировано, оно лучше осознает те проблемы, которые возникают в результате этого заболевания. И поэтому вот такой зависимости между югом, севером, востоком, западом не существует. Есть прямая зависимость между крупными городами и маленькими населенными пунктами. Мы, конечно, не выделяем по значимости, что нам важнее провести это все в крупных городах или в малых населенных пунктах. Но для большей эффективности и, самое главное, популяризации идеи массового обследования на ВИЧ, все-таки предпочтительнее выбирать те населенные пункты, где акция будет носить более массовый характер. А сам тест по длительности, как долго все это происходит? В нашем случае будут использоваться тесты по слюне. Это достаточно высокоэффективные, высоко чувствительные тесты, которые дают результат в течение 15 минут с момента забора слюны. Все довольно быстро. Все быстро. Возрастные какие-то ограничения есть? Лица моложе 15 лет в обязательном порядке должны обследоваться с родителями. И родители решают вопрос обследовать, не обследовать ребенка. С 15 лет гражданин имеет право сам решить, будет он обследоваться или нет. Ну и, соответственно, люди старше 18 лет, полноправные граждане страны, которые сами отвечают за свои поступки, поэтому они не должны ни с кем согласовывать о своем обследовании. Какие-то документы надо с собой иметь? Нет, документы никакие иметь не надо. Мы говорим об анонимном тестировании. То есть каждому обследователю будет присвоен определенный шифр, который потом и будет заноситься в определенные ведомости. Мы не спрашиваем ни фамилии, ни имени отчества. Если вдруг у кого-то будет выявлен положительный результат, с ними отдельно будет проведена разъяснительная беседа и предложено пройти стандартное обследование по крови на ВИЧ в центре СПИД или в любом медицинском учреждении Ставропольского края. Спасибо вам большое за то, что пришли, нашли время, и за то, что делаете такое хорошее дело. Спасибо вам. Бережете наше здоровье. Спасибо большое. Спасибо. Приходите еще.